Привет, друзья! С вами Андрей Кондрашов, и мы продолжаем говорить о безопасности автовладения. Сегодня мы решили провести снова тест замков рулевого вала, и на это у нас целых две причины. Первая, вы действительно в комментариях отметили, что мы взяли очень слабенькую пилу, которая не способна быстро пилить металл, поэтому первое, мы берем более мощную пилу. И второе, один из производителей, увидев наш предыдущий тест, отреагировал и внес изменения в конструкцию самого замка и, в общем, попросил нас вновь спилить их замок. Также я от вас получил огромное количество просьб использовать совершенно безумные способы вскрытия этих замков. МЧСовские ножницы, тротилы в личинке, какие-то лазерные резаки, там, мечи Дарт Вейдеров и прочие сумасшедшие идеи. Вот, ну, нужно понимать и помнить, что угонщику нужен автономный инструмент, который максимум помещается в рюкзаке. Итак, напомню, на какой стадии угона замок рулевого вала сопротивляется. Давайте посмотрим. Угонщик находит автомобиль, вскрывает его, обходит штатный иммобилайзер, запускает двигатель, но при начале движения не может маневрировать, так как замок препятствует вращению рулевого вала. Но, как правило, замок обнаруживается на стадии отключения штатной системы, потому что его просто невозможно не заметить. Для теста мы берем все те же два самых распространенных замка. Не называем марку и модели замков, потому что наша задача показать общее время сопротивления. В качестве инструмента для распила мы берем мощнейшую автономную пилу, которая есть на сегодня на рынке, и самые современные полотна по работе с металлом, которые также доступны на рынке. Для наглядности разберем часть элементов салона. Итак, первый замок, штырь, вставляется в муфту и фиксируется в ней, открывается при помощи ключа. Производим установку в соответствии с инструкцией. Итак, проверяем работу замка. Устанавливаем шток. При повороте руля он упирается в корпус автомобиля, в противоположную сторону, в педальный узел. Проверяем работу ключа. Разблокировано. Есть три пилы на выбор. Давай попробуем самый мелкий зубец. Это Макита. Запускаем таймер, чтобы потом синхронизироваться. Поехали. Так, на пятой минуте уже краской воняет. Это обгорает на полотне краска. Ну что, давай вот эту пилку поменяем на другую. Так, меняем на вот эту бошевскую. Итак, прорвемся для проверки. Два деления аккумулятора. Есть. Так, все, ребра нету. Ну и теперь блокиратор. Все, стоп, время. 7.29. Проверяем. Руевал. Вал вращается и не мешает. Все, вал вращается, не препятствует угону. Реброс пилит. Ну что ж, здесь практически без комментариев. Мы просто взяли более мощную пилу и спилили тем же самым способом, как и в предыдущем тесте снесли ребро. Вот. Единственное, что вся нагрузка легла теперь на полотно. То есть теперь не греется сама сабельная пила и начинает стачиваться полотно на такой скорости и мощности. Первое полотно, второе и вот третье. Видно, эти уже стачились в этом месте. Итак, в прошлый раз мы пилили вот такой замок и уязвимое место у него было вот здесь. Ну, производитель буквально через пару недель отреагировал на наш тест и сделал защиту от этого пиления, увеличив вот эту юбку. И поэтому, когда замок заходит в муфту, это место у нас полностью закрыто от пиления. То есть видно. Теперь полотном сюда не подобраться. И изменилась ось. Теперь стала она плавающая. То есть если мы сейчас откроем замок, то мы увидим, как работает ось. То есть если ось раньше была зафиксирована в этом положении, сбоку и винтом снаружи, то сейчас она плавающая. И устанавливается она в своем положении, когда замок, когда муфта непосредственно фиксируется на рулевом валу. Не представляю, с какой стороны его пилить, потому что металла теперь много со всех сторон. И саму муфту пилить тяжело будет. Но все же мы попробуем в том же самом месте пилить. Если предыдущий замок был сделан из закаленной стали, то этот замок сделан из мягких сплавов. То есть видно, что даже полотном, вот я попробую начать руками пилить. То есть видно, что появляются царапины. И очень-очень легко будет, скорее всего, пилиться. Ну что же, пойдем произведем установку замка и посмотрим, как он будет сопротивляться к пилению. Итак, проверяем работу замка, устанавливаем замок. Вот установка его, это, конечно же, мучение. Потому что очень-очень неудобно его ставить. Так, поставили. Все, замок зафиксирован. Итак, в этом положении он упирается в кузов, в противоположную сторону, в педальный узол. Пилить его будем в какой плоскости? То есть, ну, в любом случае, так же, как и в предыдущем тесте, попробуем распилить вот в этом месте. Поехали. Две полоски пилим, продолжаем, не меняем. Ну, блокиратор пока не поддается. Фух. Так, продолжаем пилить. Опа. Стоп, время, во-первых. Так. Фух, так. 6 минут получилось. А, замок горячий очень. Вот так горяченький. Итак, нам понадобилось одно полотно, короткое. Иначе, если полотно было бы длинное, мы просто разорвали бы дальше шумоизоляцию автомобиля. Итак, как видно, полотно прошло практически насквозь замка. При этом мы снесли полностью одну стенку и практически допилили вторую. Таким образом, замок просто под воздействием силы уже раскрылся. Какие можно сделать выводы? Действительно, производитель добавил больше площади для пиления. Это затруднило бы пиление предыдущей сабельной пилой, наверное, минут на пять точно. Но, используя мощную сабельную пилу и современное полотно для работы с каленым материалом, так как материал мягкий, этот замок очень быстро спилился. Итак, точно можно сказать, что если бы юбка данного замка была из того же материала, что и муфта из первого замка, то время было бы гораздо больше для пиления. Ну и, возможно, бы время пиления также было большим, если бы здесь были какие-то вращающиеся элементы, которые препятствовали бы работе полотна. Итак, можно сделать следующий вывод, что при использовании мощной сабельной пилы и современных полотен время снятия замков рулевала в среднем составляет 7-8 минут. Опять же, нужно учитывать, что мы делали тест в идеальных условиях, условиях автомастерской. На улице это время, как я уже говорил, может быть гораздо больше. Наша лаборатория постоянно изучает различные способы угонов и вскрытие различных девайсов, которые используются для защиты. Для чего это нужно? Чтобы правильно построить защиту от угона. А тесты замков рулевого вала еще раз показывают, что их нужно использовать только в составе комплексной защиты. И не рассчитывайте, что замок спасет вас 100% от ночного угона. Жду ваши вопросы и комментарии под видео. Пишите, что бы вы еще хотели увидеть в тестах. С вами был Андрей Кондрашов. Не забываем подписываться на канал. Живите защищенными. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова